Всем приветик, дорогие друзья, с вами Роджин, и сегодня у нас будет очень интересный бот по имени Коммандер. Если быть точным, это самый, самый, насколько я знаю, жесткий бот в Струмхолд Крусейда. Лучше ботов нет вообще ни одного. В немецких модификациях тоже нет ни одного бота лучше, чем Коммандер. Его там даже вроде нерфили, что-то там с турниром связан. Ну, в общем, короче, с турнира взят, понятное дело, этот бот, но он сумасшедший, бешеный и дикий. Я вам сразу скажу. Пожалуйста, можете посмотреть, кто является автором этого бота. Вон, Хан... Ксандер 10 Альфа или Хандер 10, как хотите, называйте. Ну и дань уважения Юдвину еще отдал. Дарт Вейдер, давайте посмотрим всех, кто тут вообще у нас имеется. Юлий Цезарь. Я не знаю, кто это такой, и это такой, и это такой, не знаю. Ну, в общем, короче, возможно, где-то Фридрих Барбаросса где-то снизу был. Ой. Послушаем бота. Па-па-па-па. Ясно, па-па. Прикольно, прикольно. Сразу скажу вам, я посмотрел его замок. Я не знаю, что за бот. Знаю, что он очень жесткий. Знаю, что он использует самые дисбалансные войска в Струнг Колде. Не знаю, будет ли он напрягать меня осадными орудиями. Ну, если у него харасящие осадные орудия, скорее всего, должны быть. Но я на это не рассчитываю. Вообще, реально, не знаю, чего ожидать. Хотя, не, я, скорее всего, ожидаю у себя под замком массы конницы, арбалетчиков, пикинёров, что-нибудь вот такое вот. Мечников, наверное. Но, наверное, мечников не будет. Я думаю, это будет, скорее всего, пикинёры, арбалетчики, конница. И, ну, какие-нибудь катапульты-требюше. Может быть, огневые баллисты. В зависимости от того, нужно ли это или нет. Кстати, вполне возможно, ещё какие-нибудь войска. Но не знаю. Может быть, рыцари, может быть... В общем, я не знаю. Видел его замок. Замок я потом буду разбирать уже, типа... Я думаю, уже как бы запи... А, да, всё, всё верно. Уже записано, получается. Вы это увидите чуть позже. Там очень интересно строятся замки у этого самого командора. Давайте я пока начну. Упс. Скорость 10 есть. Давайте тогда на скорости 20. Не-не-не, на скорости 20. Да. 20 это нормально. Так, ну всё, мы, в принципе, готовы. Правильно. Я буду трендить, наверное, параллельно с тем, как буду играть. Правильно. Поехали. Давайте 9 складов. Я хочу 9. Возможно, это будет не очень качественно и хорошо. Но 9 складов необходимость. Итак, после 9 складов давайте мы сразу зафигачим оружейки. Но предварительно я сделаю раз, два, три. И теперь уже постепенно надо было бы выходить в амбары. А я что-то забыл, что такое вообще амбары. Так, раз, два получается. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь давайте с деревом разбираться. Нам нужно добыть как можно больше дерева и побыстрее. Желательно, конечно, действительно это делать очень быстро. Да, логично, что нам нужно зачистить оазис. Именно поэтому я это и делаю. Этим занимаюсь. То есть так и надо делать в любом случае. Нам дерева реально очень много понадобится. Возможно, даже давайте я его отсюда позабираю. В принципе, то. Почему бы и да. Так, здесь мы разобрались. Хорошо. Теперь давайте разбираться с населением остальным. Я потрачу денег до 1200, наверное. Для того, чтобы сейчас можно было разместить очень много пекарен. Я собираюсь делать дикое бешеное производство. И да, предупрежу сразу, у меня с голосом что-то не так. Могу нечаянно закашляться вдруг ни с того ни с сего. Я черт его знает, почему это происходит. Меня это самого напрягает. Я реально не знаю. Пытаюсь от этого избавиться, но я ничего не могу обещать. Сразу говорю, что если там, ну, зачихиваться буду, или вы будете видеть переключение, это значит, что у меня микрофон включается-выключается. Так, ну, можно еще чуть-чуть, в принципе, нанять. Это давайте мы тогда зафигачим в оазисы. И где-нибудь рядышком сделаем себе производство хлебца. Раз уж на то пошло. Раз уж мы такие жесткие, решили в хлеб выйти прям нормально. Так, 107. Я думаю, что здесь что-то будет очень странное, стрёмное и тому подобное. Но нам придется перегородиться. Как мы будем перегораживаться? Я думаю, стандартная история с хакерменом. Такая же. Будем также перегораживаться. Только вот вопрос в том, господин командор нанимает ли ассасинов. Так. Вопрос хороший. На самом-то деле. Давайте я все же перегоражусь антиассасиновой. Мало ли, что может быть. Просто, 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 просто я побаиваюсь все-таки этого бота. Это не такая же боязнь, как была с хакерменом, но примерно такая же. Примерно. Она почти равна ей. Так. Хорошо. Здесь мы загородились. Оставим небольшую дырочку, в которую мы, наверное, закинем кого-нибудь. И здесь уже... У нас тут вроде там с деревом все окей. С этим все окей. Давайте мы когда-то сейчас зафигачим вот так. У нас будет хорошо все по налогам. Деньги брать с церкви мы пока не собираемся. С собора имеется в виду. С собора пока деньги брать я не буду. Слишком круто. Слишком круто. Я бы хотел бы, но не буду этого делать. Здесь оставлю дыру особо сильно, чтобы, ну, не напрягать никого. Здесь я снова перегоражусь все-все-все-все. Вот так вот стеночкой. Хорошо. И теперь у нас имеется вариативность вот такая. Это первая башня. С ней надо будет быть осторожнее. И вариативность следующая. Давайте пока этих вариативностей у нас не так уж и много. Я, в принципе, поработаю на свое население. Потому что мне население, в принципе, надо. И его надо будет много. Так, здесь... Хорошо. Три у меня, как вы понимаете, будет уже четыре. Трактирчка. Нужно что-то с ними делать. Соответственно, для того, чтобы с ними что-то делать, нам еще нужно будет производство арбалетов налаживать. Кстати, считаю, что производство арбалетов здесь придется налаживать трындец как. А еще я, наверное, оставлю дыру. Но эту дыру нужно будет оставить, наверное... Давайте не будем запирать замок. Мы оставим дыру. Просто нужно ее вот так вот сделать. Она, типа, будет вот такой вот... А! Че, серьезно? Тут пройти нельзя где-то? В смысле? Тут че, пройти нельзя? Где пройти нельзя? Вот здесь где-то пройти нельзя. Прикольно. Тут, короче, пройти нельзя. Угу. Интересно. Хороший рельеф. Мне нравится. Я бы сказал. Прикольно. Так, теперь вопрос другой. Давайте вот так сделаем. Вот здесь замок загорожен, но тут же текстурка. В смысле замок загорожен? Тут текстура. Алло, вообще-то вот так надо. Тут текстура. Они пробегают, войска соперника здесь. Если очень сильно захотеть, они реально здесь пробегают. Ну, в принципе, ладно, видимо, получается. Текст. 98. Здесь все окей. Можем еще одну разместить. И, в принципе, все. Теперь будем в железо выходить. Да, кривовастенько получается. Да, я себе ресурсов сам не оставляю. Но ничего не поделать. Я знаю, на что иду. У меня выбора другого особо, видимо, и нет. Так что будем этот выбор сейчас себе делать самостоятельно. Не представляю, что там с этим мужчиной. Жесткого можно было придумать. Конечно же, я о командоре сейчас. Реально, вообще, просто не имею представления никакого о командоре. Имею представление только сейчас о том, что мне нужно, наверное, очень сильно будет развиваться. 97. Что-то не так. Нет, Эля. Хорошо, давайте закупим. Я очень сильно забылся, что нужно было бы, наверное, вот эти штуки тоже поставить. Это называется пивоварки. Пивоварок должно быть... Ну, так, достаточно. Я, наверное, 4 сделаю для того, чтобы их просто было много. Ну, и теперь можно уже будет еще разочек дофигачивать пекарни. Пекарен нужно будет реально много. Собираюсь здесь сделать прям хорошее производство всего. Можем так сделать, кстати говоря. Здесь я хочу выпилить все дерево, но дерево нужно выпиливать быстрее. Так что, наверное, еще чуть больше лесопилок. Потому что реально дерево было бы неплохо быстрее выпилить. Отсюда. 95. Давайте мы тогда минус 2 дадим, чтобы у нас чисто популярность больше не понижалась и не думала понижаться. Так. Пойдут ли к нам кто-нибудь? Наверное, пока нет. Если пойдут рабы, мы что-нибудь сделаем. Если пойдет конница, ну, мы тоже что-нибудь сделаем, я думаю. Не будем особо сильно думать. Прикалываться там или еще что-то. Играем на полную. То есть никаких этих, никакой пощады. Надо будет посмотреть на соперника, быть может, рыцари не пойдут. Я просто, скажем так, боюсь. И это не очень приятно, если я боюсь. Так, давайте посмотрим. Угу, слейвсы бегут. Это, насколько я понимаю, не будет конницей, рыцарями. Но... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Здрасте! 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 Сосать! Все! Все! Вы не пробежите ко мне в замок. Все! До свидули! До свидули! Все! Так, вот этих работяг сюда поставим, потом мы что-нибудь с нефтью сделаем прикольного. ничего не поделать придется чуть-чуть потратиться чуть-чуть они конечно здесь столпятся и это огромная проблема но работяги мои сейчас будут здесь нормальненько отрабатывать свое дерево если они отработают свое дерево хорошо блин если они отработать свое дерево хорошо то в принципе все будет окей но вы же видите что ой блин бак он дерево складывать ну в общем я не произвольно им воспользовался честно я им произвольно воспользовался я не знал что это так сработает что когда у них анимация изменяется они заперты они пойдут обратно они исчезнут то есть они сейчас после этой анимации все сложат дерево мне на склад вот этот вот например прошел он исчезнет остальные сложат дерево на склад и пойдут обратно не это конечно прикольно я реально не знал что это так нужно работать сколько 120 имею право здесь сделать минус 4 соответственно мы продолжаем фигачить население себе 106 112 114 да то есть мы можем здесь сделать еще один но тут вот это вот мужчина стоит он немного напрягает давайте мы наверное сюда подведем лучника для того чтобы этого мужчину убрать я хочу здесь строить продолжать замок а мне плюс еще нужен будет дополнительно вот этот вот башен так что мы этот башен сейчас сделаем по нормальному так давайте уберем вот эти вот две фигни потому что мне нужно вот эту штуку было бы разблокировать почему к ней идет не идет никто я не понимаю хорошо все вот теперь к ней должны идти люди и я думаю вполне что здесь можно было бы вот так разместиться здесь можно было так и так разместиться все этого достаточно хорошо здесь мы закончили совсем то есть я мог бы наверное еще чуть больше населения вдарить можно наверное вдарить было бы уже по арбалетам посильнее потому что как-то что-то слабенько получается давайте пока по арбалетам вдарим потому что я не вижу сейчас никаких вообще вариантов на то чтобы нам обвиваться не арбалетчиками это будет скорее всего как я и думал войска конница да это похоже на пикинеров конница фарбалетчику ну вот это вот все пикинеров конница в да это трындец будет короче господа товарищи это будет трындец в общем хороший бот очень сразу гарантирую но я видел как у него строится замок это единственное что я хотел бы чуть-чуть его покритиковать но давайте уже после того как я выиграю это я вам чисто покажу в чем его главные особенности проблемы как его можно было бы улучшить но вначале выиграть потому что как выигрывать трех мужичков который будет вести на тебя орды пикинеров я не представляю и будут ли это орды пикинеров может он нападет 50 понимаете то есть тут непонятно вообще ничего например вот здесь можно так сделать и я думаю что здесь можно вот так сделать здесь камень и железо пришло можем принципе по продавать здесь здесь нас 455 20 нормально пока все с никаких проблем нет нам бы конечно что вот этот вот и мужчина пошел куда-нибудь пока надо очень проблематично у нас все этим работягам я наверное сделаю все таки вот так мне нужно чтобы у меня все функционировало как надо это огромная проблема обычно бывает но мы ее естественно разрешим и разрешить стоит еще одну проблему которая сейчас будет нависать над нами давайте посмотрим начали на вот это вот вот это вот у нас хорошо все давайте мы чуть тут денег дадим вот так сделаем чтобы чисто было по приколу слейвцы побежали хорошо нам эти слейвцы только в кайф то есть сейчас нас лучники их снимут все будет окей можем пока инженерами пофигачить наверное щиты я считаю что тут можно нормально так сделать было бы давайте оставим двух я еще хочу башню здесь разместить сто процентов это будет нормально так хорошо здесь работяги по бьют всех нужно смотреть на са с осадное орудие так здесь осадное орудие есть осадных орудий нет ну и фиг с ним значит наша задача сейчас основная это вытянуть всю атаку сюда то есть на себя так вот сюда вытянуть всю атаку для того чтобы нас все осадные орудия уничтожались ассасины к нам не пройдут я это гарантирую прям очень хорошо гарантирую я замок запру вот эти вот лесорубы уже в принципе особо и здесь и не нужны то есть они так чисто здесь есть только потому что я их еще оставил нас нет населения это очень плохо давайте 150 зафигачим себе я еще наверное сделал бы 180 уже пора делать 180 тогда получается можно вот так вот еще сделать сейчас будем освобождать оазис полностью потому что он нам тоже не всрался теперь щиты щиты летят в эту сторону пошла катапульта нас убивать проблема огромная естественно извиняюсь эта проблема огромная естественно нам нужно наверное что-то здесь сделать так здесь здесь блин соответственно здесь соответственно здесь так соответственно здесь получается у нас остается еще пару щитов мы что-нибудь сейчас ними придумаем ничего страшного не произойдет просто придумаем так параллельно с этим я делаю стенку раз стенку 2 но чуть позже сейчас еще принесут мне камень все будет окей мне камень принесут нужно будет наверное с камнем еще что-то попробовать поделать быть может что-то и получится так развитие должно быть сильное то есть здесь наверное все же было бы неплохо что-то делать с камнем я чуть-чуть Конечно, завтыкал этот момент, но ничего страшного, надеюсь, не будет. Шесть. Так, тут где-то производятся у меня, видимо, луки. Хотя я везде вроде поставил арбалеты. Ну, ладно, пофиг. Где производятся, там производятся. Ничего страшного, пусть они производятся. Окей. Просто нужно будет сейчас еще раз внимательнее понастроить себе этих фиговин. То есть у меня этих фиговин должно быть много. Я реально должен производство сделать чуть ли не в два раза больше, чем хотя бы один командор. Если я сделаю это, будет уже круто. У командоров там очень хороший замок. Очень хороший, реально хороший замок. Прям дикий, бешеный. Он, то есть, свободно способен мне дать люлей. Вообще без проблем. Еще бы неплохо, наверное, было бы здесь расширить замок. Но это такое. Здесь было бы вот эту вот штуку неплохо бы занять. Но вы же видите, что не могу. Там, наверное, нужно барбакан делать. Но я уже стал побаиваться того, что мне пикинеры этот барбакан просто разнесут. То есть, что я не смогу этот барбакан даже никак толком-то защитить. То есть, в принципе, ну лучше так пока не делать. Починю замок чуть-чуть. Хорошо, здесь все окей. Так, теперь тут у нас какие-то осадные орудия появляются. Здесь что-то он делает командор. Кстати говоря, нет у него здесь барбакана. А давайте-ка мы, знаете, че намутим. Мы намутим сейчас, короче, слейвсов. Мы этими слейвсами сейчас сделаем под щитами слейвсов погнали. Ща мы сделаем кое-что интересненькое. Попоболь называется для моего соперничка. Так, 98. Но у меня просто потребление слабенькое. Это надо, наверное, минус вот так делать. Там будем повышать все как надо. Здесь у нас все окей. Можем даже чуть-чуть разогнаться. В принципе, до тридцатки. Но пока больше я не буду уменьшать. Естественно, я уже не буду. Один раз разогнался, все. У меня больше не уменьшаю. Никаких уменьшений. Так, теперь возвращаются у меня вроде как работяги на работу. Давайте, наверное, сюда удаляем лесопилки. Так, здесь у нас будет место. Здесь у нас, соответственно, тоже будет место. Делаем квадратами все для того, чтобы действительно все было окей. Здесь сделаем себе один хмельник для того, чтобы проблем действительно не было. Здесь просто поставлю что-нибудь. Да пофиг, пока не могу поставить. Здесь нужно будет поставить. Так, это на склад идет у нас. Хорошо. Так, здесь мы разобрались. Окей, с камнем разобрались. С камнем мы вот так вот сделаем. Сейчас починим башню, если это вообще возможно. Башня уже починена. Хорошо. Так, значит, с замком разобрались. У нас тут все нормальненько получается, в конце концов. Так, давайте мы, наверное, сделаем вот так вот лестницу. Здесь пока оставлю так. Но если что, запрусь. Вообще, в идеале, конечно, наверное, бы здесь запереться. Так, значит, портим ему экономику. Поехали. То есть нам сейчас нужно будет вместе под счетами с рабами идти. Погнали. Погнали. Под счетами, рабами сейчас зайдем в замок, запрем ему. И все. И в жопу его просто отправим. Так, этому не можем подпалить? Этому тоже не можем подпалить. Интересно. Ну ладно, тогда не будем палить ничего. Они там вроде как развиваются. Даем им шанс, так сказать. Девять. Нифига себе. А где у меня луки производятся? Сейчас, подождите. У меня тут что-то где-то как-то луки производятся. И производится что-то их как-то даже помногу. Что-то как-то... Где луки производятся? Может оставить производство лучников? Я вот даже не знаю. Я вот ищу его. Точно же не пропустил нигде? Вот лук производится. И вот лук производится. Ладно, давайте оставим производство лучников. Ну, чтобы просто было. Ну, в принципе, это сильно будет. Очень сильно, я считаю. Замок получается реально ничегошний такой. О, проблемы будут у меня, конечно, по деньгам. Но это не страшно. Так, а я там рабов забыл, да? Забылся рабами чуть-чуть. Все сдохли. Ну, я тут сам ошибся. Нужно было раньше это делать. Я реально очень сильно ошибся. Но ничего страшного. Давайте мы сейчас повторим. Все равно у меня из замка пока, если что, выйти можно. Так, тут очень много опять работяг. Давайте мы вот это вот сделаем. И всех работяг отсюда удалим. Я просто хочу все равно дерево еще добывать. Потому что дерево очень большую работу мне делает. Реально очень большую. Здесь бы было бы неплохо, наверное, что-то подделать. Но, видите, я не могу. Здесь, наверное, стоило бы подделать чуть-чуть бейкере. Это у нас пекарни. Что-то я как-то на английском стал больше струнхолд. Ну, ладно. Хорошо, здесь подделали. Можно, наверное, было бы подделать еще чуть-чуть. Раз, два, три и четыре. Это, в принципе, адекватно. И теперь у нас получается все производство в еде. Плюс у нас тут налоги будут более-менее. Минус четыре мы делаем налоги. Здесь у нас все окей. Слейв все у нас тоже есть. В принципе, то есть вообще все есть. Можем просто фигачить до упора. Так. Тогда давайте так. Смотрите, 12 лучников. Мы делаем этих лучников. Введем их вот сюда. Делаем еще лучников. Введем их на ту башню. То есть, в принципе, лучники у меня реально хорошие. Теперь арбалетов. Арбалетов нужно еще больше. У меня мало арбалетов, но производство дикое. То есть мне просто нужно... Он уже нападает? Что? Или что? Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Давай я тебя подпалю здесь, Даня. Вообще проблемы. Погнали. Только, дружище, я выпаливаю твои здания, мне срать мне. Надеюсь, ты это понимаешь. Все, я пошел. Я пошел. Получается, вот эти рабы идут сюда. Получается, эти рабы идут сюда. Эти сюда. Under attack это окей? Или что-то там... Ну, в общем, вы поняли. Вы услышали только что. Я просто край муха слышу. У меня Станхолд очень тихий. Это маленькая проблемка. Так, я хочу здесь защитить своих шилдменов. И не только шилдменов. Он, блин, тушиться пошел. Надо здесь помочь. Помочь, 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 помочь. Помочь, помочь, помочь. Давай. Хорошо. Сработано. Можно с щитами убежать. Отсюда еще успею. И все. Окей. Здесь четенько нужно тушиться. Теперь командору. Командора проблемы. Сы начались вдруг ни с того ни с сего. Меня никто здесь не убьет, естественно, пока что. Не имею право, наверное, даже еще чуть-чуть нанять. Что-то вот сюда вот наняться, например. Здесь можно арбалетов зафигачить. Здесь, например, можно было бы чуть-чуть еще что-нибудь зафигачить. Здесь тут стены поднять. Стены нам нафиг не всрались. Наверное, сделаю еще больше арбалетчиков. Сделаем чуть-чуть, наверное, себе побольше. Будем принимать с открытым замком, думаю. Давайте тогда сделаем ассасинов. Но ассасинов нужно будет по деньгам смотреть внимательно. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. И здесь же ж... Ой, как много луков-то будут. Я забыл все перевести в арбалеты. Ах ты ж черт. Главное не испортить этого ничего, потому что пока все выходит очень неплохо. Хорошо, что там один из них открыт. Мне очень повезло. Ну, это везение. Как бы это везение, что замок у него вот такой вот. То есть тут... Проблема в том, что он плохо строит замок. Следовательно, это не моя проблема. Это проблема бота. Так что все честно. Ну, хорошо. Типа, одного мы более-менее убрали ненадолго. Но убрали. Естественно, я буду это повторять, действия. Тут пока щиты есть, можно это действие повторять множество раз. Множество. Но он, как видите, прям нормальненько пригорел. Так что... Так что будет хорошо. Я повторю потом еще раз это действие с ним. Хорошо, что он пригорел. Это вообще великолепно. Тут опять рабы бегут. Рабы ничего мне, в принципе, не сделают. Плюс дополнительно у меня здесь что-то по еде много стало. Так что вообще все хорошо вдруг. Ни с того ни с сего. Убираем вот этих лесорубов. Они нам не нужны уже. Делаем здесь еще две фермочки. Может, три даже. Две. Все. Значит, две. Так, получается раз-два. И здесь мы добираем вот этих. Все. Нам больше ничего не надо. Мы это все убираем. Продолжаем, как только здесь пожар закончится. Еще раз отработаем нашими ребятками на рыбах. Не буду я делать плюс экономику. Сейчас, наверное, уже пора бы сделать было бы себе собор. Ух ты. Это, получается, здесь работяги вот так вот играют. Значит, там баллисты стоят. Хорошо. Уходим баллисты от этой баллисты. Давайте мы сделаем здесь тогда... Так, так, и так. Так, это слейвцы. Хорошо. Рабы, рабы. Фикс. Давайте тогда продолжим наш арбалетный фестиваль. А, тут никак не поставить по-другому. Хорошо, тогда продолжаем арбалетный фестиваль. Блин. Что я все нажимаю на помощь на эту? Так. Еще раз. Продолжаем арбалетный фестиваль. У нас арбалетный фестиваль должен быть очень-очень-очень жестким. Ну и плюс дополнительно, естественно, я буду себе производить... Ну, покупать дерево. Я себе свой путь избрал, что я буду закупать дерево. У меня выбора другого, увы, и нет. Нужно где-то соборчик было бы подместить, но, по-моему, его негде размещать. Но все-таки я хотел бы это сделать только вот где. Потому что это плюс 2 популярность. Это было бы очень неплохо. Здесь неплохо было бы разместить, но вы же видите, что... Путь и какой. Путь и какой. Но он будет сидеть. Он будет просто сидеть вот так вот, рофлить. Хорошо. И зато он будет сидеть, рофлить, а я над ним. Так. Теперь смотрите, как сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь быстренько восстанавливаемся. Раз, два. Давайте, 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 давайте. Давайте, три, четыре, пять. Немножечко дети напрягают, но ничего не поделать. Так. Теперь вот эту вот штуку удаляем, 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 удаляем. Собор. Это еще плюс налог, но давайте мы пока не будем этот налог делать. Соответственно, дайте мне, священнослужитель. Все, хорошо. Священнослужитель дал мне поставить все, что нужно. И теперь я просто могу свободно размещаться с этой стороны. То есть у меня все улучшилось. Тридцать пять, если скорость сделаю. На всякий. Продолжим, наверное, нанимать арбалетов. По деньгам все окей. По деньгам все даже очень окей. Так что пока будет окей. Это хорошо. Так. С этим мы еще разберемся, но у него пожар, он все. Он как бы все, забудьте вообще о нем. Может быть пожарчики устроить им, кстати говоря? И этому тоже заодно. 524. Он, кстати, готов нападать. Слушайте, надо бы, наверное, пожарчик ему устроить. А еще надо бы, наверное, уже готовить ассасинов, потому что там пекинесы стоят. Это все не очень хорошие войска для нас. Так, чуть-чуть повысил, понизил. Нападает. Нападает. Я увидел небольшой подлак. Это нападает, парнишка. Да, мы не потянем эту армию. Нам нужно еще больше наниматься. То есть нам нужно сейчас хорошенько, наверное, заделать стены. Давайте мы все заделаем вообще абсолютно. Так, тут лесорубы куда-то выходят. А, тут лесопилок, да хренищик. Ёкань-карек. А я тут как-то кривой, оказывается, косой. Лесопилки забыл убрать. Хорошо. Значит, мы здесь закрылись тогда. Смотрите, как мы сделаем теперь. Тут закрылись, а здесь мы закроемся. Все, нам больше это не нужно. Так, убираем вот этих работяг. Вот сюда. Да, там пришла конница. Она сейчас будет нехило так раскидывать. Ничего я не поделаю. Они будут, конечно же, нормально это не убивать. Придется терпеть, естественно. Надеюсь, что подтянем пока 24 армии. Заткнусь. Полезней будет сейчас заткнуться. Так, надеюсь, что мне этого хватит. Пока вроде хватает. Ну так, конечно, не очень. Но хотелось бы, чтобы хватило. Что тут пекинесы сейчас будут нормальненько меня прессовать. От пекинеса вы сами знаете, что у умирающей очень тяжело войска. Главное, чтобы этот сейчас еще не начал меня атаковать. Потому что если этот начнет, я вообще не очень готов. Этот вообще еще не потушился. Все как бы. Про этого можем забыть. А здесь, конечно, все тугенько. Пошли работяги. Те, которых я не очень хотел, чтобы шли. Но ничего не поделать. Это в любом случае был вопрос времени. Так, ну что? 19. Тут все хорошо, кстати говоря, даже. Очень неплохо. Наверное, придется чуть-чуть перезакупиться. Придется все-таки чуть-чуть перезакупиться. Выбора другого нет. Ну что тогда? Они, естественно, хорошо разрушат все, что есть у меня. Мне придется терпеть. Сильно. Сюда сразу подкидываю войска. Потому что я думаю, ассасины здесь уже будут нужны. Уже погнали. Уже можно даже, в принципе, арбалетов уже чуть-чуть продавать. Мне сейчас очень нужны ассасины. В принципе. Да, сильные работяги. Очень сильные работяги. Сейчас будут нас убивать нормальненько. Они заходят в наш замок. Выбора другого у меня нет. Погнали. Встречаем их. Сейчас попробуем ассасинами что-то сделать. Быть может, что-то все-таки у меня и получится сделать. Не факт, но должно. Ассасины пошли туда. Давайте наших ассасинов мы перетягачим в другую позицию. Сейчас я, по идее, думаю, тут пока все будет окей. Пока все окей. Но он нас пробил нормально. Этот мужичок нас пробивает прям знатно. Не хватает арбалетов. Очень прям не хватает. Но это будет самая первая атака. Она тяжелая. Ее нужно вытянуть. Если я ее вытягиваю, будет все намного более просто. Но нужно ее вытянуть. И в том-то дело. Это самое тяжелое сейчас. Как ее вытянуть, не представляю. Но пока неплохо получается. Не сказал бы, что прям совсем неплохо. Но, в принципе, могло бы быть и хуже. Давайте тогда вот этих уже ассасинов сюда. Этот мужчинка нас атакует. Нас нет нифига ничего. Он свободно зайдет к нам в гости. Нефть я продал, как вы понимаете. Ничего не будет. Этот нас атакует. Этот еще до сих пор в пожаре сидит. Ну и слава богу. Так, тогда... Хотя бы чуть-чуть стеной загородиться, чтобы хоть что-то было. Хорошо. Ну хоть что-то получилось у меня сделать. Да, криво, но зато хоть что-то получилось. И уже хоть что-то намного лучше стало. Пусть ассасины бегут. Черт с ним. Мне просто сейчас нужно потерпеть и вытянуть все это дело. Не знаю вообще как. Опять пошла катапульта работать. Мне туда, куда надо. Где она? Расстрелять? Д. Так, значит, придется тогда замок переделывать срочно. В срочной порядке. Выбора другого нет. Вот так сделаем. Пожалуй. Закончилось дерево. Ты дрянь. Пришли ассасины. Надеюсь, что они сейчас все быстро сдохнут. Это хорошо, что даже они пришли. Потому что пусть они залезут на стены. Они сдохнут сейчас очень быстро. Нам будет намного проще. В разы более просто, чем могло бы быть. Ну вот он как бы сидит на стене. Окей, фиксни. Успел более-менее подчиниться. Ну так, конечно, подчинился на самом деле. Чисто лишь бы подчиниться по-быстрому. Придется подводить сюда работяг. Еще пока это возможно. Так что давайте, наверное, этим заниматься. Раз возможно подводить работяг. Значит, тогда ассасинами будем отбиваться. Прям ассасинами придется очень жестко отбиваться, видимо. Что-то как-то нас так прессует знатно. Хорошо, у меня деньги появились наконец-то. Все, мне наконец-то дали деньги. У меня наконец-то есть бабло. С баблом будет намного все проще. Без бабла вообще очень тяжко все было. Сейчас будет все намного-намного более простым. Можно было бы даже производство хлеба еще себе расширить. Пока не поздно. Но уже, понимаете, так чисто. Как говорится, минорные небольшие изменения такие вот будут у меня по хлебу. Убираем вот этих работяг сразу отсюда. Смотрим до сих пор на этого командора. Этот еще вообще не нанимается. Это великолепно, что он не нанимается. Блин, здесь работяги пошли с этой стороны. Идем ассасинами тогда сюда. Он будет всеми заходить туда. Так, ну окей. У нас времечко есть. Времечко много. Можем здесь даже вот так наняться, в принципе, для того, чтобы все было окей. Погнали. Так, этих сюда, это сюда. И ассасинчики у меня сейчас придут. Ассасинчиками я надеюсь, что потяну определенное количество времени. Это самое сейчас основное, что есть. Так, стоп, погнали. Идут они, конечно, к нашим слейфсам и щитам. Потянул я здесь. Времечко потянул. Это хорошо. Пофиг, что здесь вообще происходит. Сейчас на данный момент времени нам бы, конечно, справиться со всем тем, что есть. Хорошо. Здесь мы более-менее справляемся. Да, они нам сейчас будут уничтожать всю экономику. Ничего не поделать. Чуть-чуть они нам ее уничтожат. Это не страшно. Это все фигня. Это все реально фигня. Давайте спрячем тогда рабов сюда вместе со щитами. Больше вариантов нет. Хорошо, здесь работяги мои справились на ассасинах. Они умнички. Давайте мы вернем их тогда в замок. Лишь бы они сейчас стенами не занимались. Сюда возвращаем моих ассасинчиков. Давай, 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 давай. И отсюда сюда мы потом вернем. Давай, 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 умничка. Давай, 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 давай. Все, хорош. Вообще великолепно. Я идеально отбился. Они тут чуть-чуть буквально поуничтожали. Но это такая ерунда. Вот это оазисное здание. Это такая ерунда на самом деле. Я сейчас так рад, что я отбился от первой атаки. Потому что будет намного проще играть, если я сейчас буду отбиваться от атак. Намного проще. Видите, как происходит. Они пытаются тут стены поуничтожать. Они пытаются там стены поуничтожать. Это все, естественно, будет сказываться на игре чуть позже. Сейчас надо просто мне вот таким вот образом защищаться. Вариантов больше никаких нет. Ну и после этого можно будет, наверное, где-то уже барбаканчик освоить. Блин, если бы его подпалить, они очень сильно горят. Они трындец сильно горят. Как бы мне так подпалить справа от меня находящегося? Сейчас давайте попробуем это сделать. Я, конечно, не любитель этого осадного орудия. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что другого выбора у меня особо нет. То есть мы сейчас сделаем проход. Проход центральный. Вот здесь вот центральный барбакан. Вот здесь я его сделаю. На этот центральный барбакан, естественно, надо поставить будут вот так вот стены. Чтобы у меня здесь выход был только один. Все, выход здесь только один. Если что, эти арбалеты успевают на этот выход нормальненько. Здесь сделать небольшую стену, чтобы на это можно было забраться. И, соответственно, сделать вот так. Все, тут, то есть, все окей. У нас, блин, закончилось дерево. У меня слишком большое производство. И я с деревом постоянно забываюсь. Хорошо, ничего страшного вообще не произошло, по факту. Дерево это все для плохов. С налогами тоже туго. Вообще у меня очень туго с экономикой. У меня вся экономика в арбалетах сейчас. Я арбалеты не продаю, в том-то и дело. Надо бы по чуть-чуть этим иногда заниматься. Пусть пока заходят сюда, что у нас тут 60, что у нас тут 60. Хорошо. Ну так, слабенько, на самом деле, могло быть посильнее. Смотрите, что у нас есть. У нас есть четыре инженера. Сюда, сюда. У нас пять баллистов. Можем сюда их вывести. Три счета. Ну, неприятное войско, но ничего не поделать. Значит, придется тогда разыгрывать чуть-чуть прачниками. Давайте тогда чуть-чуть и прачниками разыграем. Прачниками попробуем все-таки что-то сделать вот этой вот с катапультой. С катапультой я не могу до нее дострелить. Она просто сидит, стреляет мне тут по зданиям. Давайте тогда баллисту, сюда и прачники. Прачники чисто добегут, чтобы было чуть-чуть легче нам эту скату уничтожить. Так, хорошо. Тогда параллельно нанимаем здесь. Параллельно нанимаем здесь. Считаю, что можно 26 переместить сюда. И у меня реально чуть-чуть по экономике начались проблемы, но это я сам себе их сделал. Так, тут мужчину, кстати говоря, можно было бы зарезать. В принципе. Но я пока этим заниматься не буду. Слишком сильная защита. Вот этого я бы зарезал бы по экономике. И вот этого зарезал бы по экономике. Но это нужно прямо сейчас делать. Иначе потом у меня вариантов не останется. Нужно это делать прямо сейчас. Кстати говоря, сверху атак не будет. Будут атаки по центру и справа. Следовательно, я перемещаю всех арбалетчиков туда и всех лучников тоже туда. Давайте мы прямо сейчас параллельненько сюда вот зафигачим прачников для того, чтобы было немножечко попроще. Щиты-то ладно, хрен, ничего страшного не произойдет. Мы сейчас еще экономику себе наладим. Давайте, знаете, как сделаем? У нас есть здесь фигня. Давайте наладим здесь себе экономику. Да, это может немножечко неадекватный шаг с моей стороны. Но я хочу себе ее здесь немножечко наладить. Для того, чтобы реально мне было потом проще играть. Пускай это неадекватный шаг. Но зато экономика у меня будет хороша. Хорошей, налаженной, реально прекрасной. 0 дерева. Блин, я не могу с этого 0 дерева. 180 у меня население. Я имею право себе сейчас 180 наколдовать. Хорошо. Давайте тогда колдуем. 180 населения получается. А, он баллистами меня будет напрягать. Видите, как баллисты играются. Хорошо. Погнали тогда нашими огневыми сюда. Задача, короче, состоит в том, что, наверное, огневые баллисты... Так, стоп. А мы едем. А мы едем баллистами. Наша задача приехать баллистами и пытаться что-то здесь вытворить. Тихо, 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 тихо. Хорошо, можем. Имеем право. Имеем право. Застрелим его быстренько. Вторым. Платят. Все, 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 все. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Задача застрелить здание. Под щитами застрелить здание. Это будет очень тяжело сделать, но наша задача это сделать. Если мы это застреливаем, все будет немножечко проще. Нам. Естественно, нам только. Нам будет немножечко проще. Там трындец по арбалетам. Можем попробовать. Давайте пробуем, пока варианты есть. Ну, это, конечно, не то, что я хотел подпалить, но лучше так, чем никак. Погнали дальше. Ну, это такой, знаете, небольшой. Типа, попытаться что-то сделать. На самом деле, это все полная фигня. Сейчас арбалетчики нас быстренько вынесут. Я ничего не добьюсь этим. Попытаться. Еще разочек. Подъехать. Попытаться. Давай, попытаться подъехать. Пожалуйста, баллистами хоть что-то подделать. Вариантов больше нет. Погнали. Давай. Хорошо. Нет, они ничего не делают. Они реально ничего не делают. Давайте хоть что-нибудь. Попыт, кого-нибудь подпалите. Что-нибудь, кого-нибудь. Без разницы. Просто нахуй. Стойте и стреляйте. Подпаливайте хоть что-нибудь, пожалуйста. Хоть что-нибудь. Без разницы. Не подпалят. Им не хватит. Мне надо больше ресурсов. На то, что я хочу, мне надо больше ресурсов. Вариантов больше, как бы, и нет. Так, хорошо. Давайте тогда здесь разбираться с производством камня. Грэнри спул. Хорошо. Это прекрасно, потому что это мои денежки, которые я сейчас залутаю себе. Так, тогда надо разбираться еще дополнительно с вот этими штучками. Давайте. Раз, два. Чтоб у меня действительно населения прям было чуть больше. Мне мало населения, реально. Мне в реале мало населения. Надо чуть-чуть оружейки поправить. Давайте чуть закупимся здесь. Чуть закупимся здесь. Здесь закупимся. Потому что там нам надо закупаться сильно. И все же я считаю, что пора наниматься. Что тут у нас по войскам? Юдвин снова готов нас атаковать. А этот... А этому... А, это не Юдвин. Это Александр. Юдвин, кстати, готов атаковать. Юдвину нужно реально портить экономику. Это ж трындец. Здесь у нас у Чила все очень плохо. Я его, наверное, вынес, но чуть позже. Я его просто сейчас буду оставлять под рабов и щиты на их расправу. А этому Юдвину нужно очень сильно экономику порушить. То есть, как бы, блин, не очень, не очень все хорошо. Я ожидал, что будет немножечко все получше. Тогда давайте перемещаемся до этих работяг. Перемещаемся до этих работяг. Там сейчас атака скоро будет на нас. То есть, все. Сейчас нам будет намного проще играть, естественно. Намного проще. Ничего сложного, опять же. Но проблема, говорю, обстоит в другом. Проблема обстоит в том, что нам могут и подпалить замок, и, блин, какие-то непредвиденные обстоятельства вдруг произойдут. Ну, вы знаете, как это работает. Стронхолд может вылететь, например. Шутка, конечно. Ну, вы поняли. Все, здесь мы разобрались. Здесь, надеюсь, разберемся. То есть, у нас сейчас будет экономика усиливаться. Намного более жестко становиться. Здесь работяги у меня все распределяют. И тут достаточно. Кстати говоря, наверное, 27 даже перемещу сюда, в принципе. Чуть меньше. 21. Нет, давайте еще чуть меньше. 20. Блин, еще чуть меньше. 7. Маловато. 16. Пойдет. Вот это пойдет. Сюда перемещаем. И сейчас будем что-то с этим делать. Смотрим, что у нас здесь. 8 плюс 8. Хорошо. Имеем право себе еще хат наколдовать. Значит, колдуем хаты. Поехали. Колдуем хаты. Хат понадобится много. Сижу на налогах, естественно, потому что... А на чем еще? Потому что, а на чем еще? Реально, налоги такая вещь. На чем еще сидеть? Так. Это получается у нас 180, 240. Но я хочу себе 270 оформить и удалить одну хату. Все. Это у меня максимальное количество населения. Имею право так делать. Население что-то как-то тугенько приходит. Видимо, перебор. С населением. У какого-то одного из юдвинов. Вот этого, видимо, перебор. Ему бы нормальненько так это... Тряхнуть. Его бы тряхнуть. Так, хорошо. Это значит, что я могу играть на... На-на-на-на-на-на переборе населения. Следовательно, мне сейчас нужно придумать, а что ж мне сделать. Есть вариант напасть на этого юдвина, но... Такое. Вообще, вариант хороший. Но нужно тогда этот вариант продумать. А продумать его можно только одним методом. Это, например, убрать вот этих рабов, которые больше мне, в принципе, не всрались. Для того, чтобы здесь, ну, можно было что-то делать. Ну, все. Он больше не будет развиваться. Он закончился. Йобу, наверное, убрать. Давайте 40, ладно. Чуть камня уберем. У меня по деньгам стало все намного лучше. Щиты я эти беру. Сделаем катапульты. Надеюсь, что... Грэн Рисфук. Хорошо. Текс. Рекрутов нет. Хорошо. Что у меня здесь? Здесь у меня нормально. Здесь у меня очень даже нормально по войскам. Так, вот эти работяги пусть идут сюда. И вот этот вот арабский лучник. Короче, надо что-то делать. Надо что-то делать. Что-то как-то делать надо. Распускать всех работяг, ну, тоже плохая идея, на самом деле. Потому что у меня тогда экономики не будет. А мне экономика прям трындец нужна. Потому что я не потяну бежать экономики. Так, армори из фул. Хорошо. Хорошо. Нам надо всех-всех-всех работяг, которых нам дают, естественно, использовать. Юдвин когда-нибудь нападет. В любом случае. Просто тут еще фишка в том, что было бы неплохо избавиться от этих слейсов. В любом случае, я так думаю. Да, давайте попробуем избавиться. Только как, я не представляю. Пойти наискось, вы понимаете, что типа баллисты наискось работать плохо будут. Нам в любом случае нужно будет не наискось идти. Если я захочу его убить, то есть мне нужно прямо сейчас его попытаться убить. Таким образом? Вариант раз. Это прийти, отвоевать эту территорию. Эту территорию, эту территорию. Соответственно, у меня появляются войска. Вариант два. Попытаться его закатапультить. Мне больше нравится, конечно же, вариант два. Катапультить это всегда хорошо. Погнали закатапультим. Да, там понятное дело, что есть ограничения, но в любом случае... Все будет окей, по идее. И мы также еще параллельно чуть-чуть что-нибудь сделаем сейчас. Так, думаем, что можно. Убрать ассасинов? Жалко. Но... Вариант хороший. В принципе, просто я сейчас хочу нанять более жесткие войска, чтобы проблем реально было помненьше. Раз. Два. Ну, более жестких, естественно, юнитов мне не получится нанять. Но, как вариант, хотя бы попытаться этих жестких юнитов нанять нормально. Да, конницу я найму, естественно. Больше вариантов у меня особо нет. Но не настолько она жесткая, конечно, но... В моей ситуации не выбирают. В моей ситуации не выбирают. Вообще. Оставим столько ассасинов. Попытаемся унести тем, что есть, что у нас у Юдвина. Он должен атакануть когда-нибудь. Я, в принципе, уже задефился. Уже так задефился, что, ну, ничего мне никто не сделает. Это невозможно. В принципе. Это уже слишком хорошо. Так, тогда давайте мы шестую армию запрещем. Армия 6. Все. У меня готова армия 5, армия 6. Готовы вообще все. Да, один слой щитов. Но мы, в принципе, зато сейчас просто пойдем под катапультами. Нарушим ему целостность замка. Нормальненько так. Парнишка просто почему-то поставил себе непонятные склады. Какой-то каменоломен. Ну, это, блин, боты багуют. Они любят это делать. Окей, погнали тогда. Хоть что-то сделаем. Нам надо действовать, раз они не хотят. Значит, будем действовать мы. Щиты как-то очень медленно бегут, но ничего страшного нет. Сейчас мы уберем чуть-чуть рабов отсюда. Это к нам войска дополнительно пойдут. Мы, естественно, нанимаем конницу на эти войска. Тут нормальненько так под пятью щитами стоят конники мои. Они отрабатывают прям чотенько. Арбалеты даже не видят такое ощущение их. Но это дурачки на арбалетах просто. В принципе, умирают арбалеты здесь. Нам будет намного проще. Смотрите, мы здесь чуть-чуть замок вот этот позбиваем. Просто немного по красоте поуничтожаем замок. Имею право вообще подъехать намного ближе к коннице. И это надо делать, пока не поздно. Естественно, параллельно нужно подъезжать катами что-то делать. Тоже нормальненько будет. Ну, чинит, чинит он, понятное дело. Легко починит. Это же камень бесконечный по факту здесь. Антиассасиновые стены, все дела. Да, нормальненько. Опа! Вот эту армию надо бы срезать. Надо прийти и срезать эту армию на халяву. Мне нужно сейчас играть от лимитов. Хорошо. Пока окей. Пока вообще все окей. Да, пока вообще все окей. Хорошо, продолжаем. Срежем вот эту башню тогда. Стоп. Чуть ближе, чуть ближе подъедем. Давайте чуть ближе. Чуть ближе подъедем. И здесь все абсолютно посрезаем. Тем самым у меня появляются еще войска, и еще войска. И я готов заходить вот таким вот макаром в замок. Мне никто ничего не сделает. Ну, нет, конечно, сделают, логично. Но, во всяком случае, я хотя бы что-то могу здесь прописать ими. Через щиты. Ну, погнали, погнали. Еще. Ну, и все, и время просто здесь провершать замок. Уничтожим все вообще здесь. Все, что имеется. Да, амбар полетел. Все, мы все сделали так, как мне и хотелось. Сейчас просто нужно сидеть, теперь чилить и ждать, отдыхать, смотреть на то, что есть. То, что предлагается. Ну, все, по факту я осталью, просто всю конницу отдаю. Так, ну, что он нападает или он просто стоит тут, что-то своими арбалетчиками, ничего не делает. Вообще, он ничего не делает своими арбалетчиками на данный момент времени. Этот вообще не нанимается, это хорошо. Так, ну, надо бы, наверное, все-таки эту башенку уничтожить. Не дадут нам уничтожить, кстати говоря, вон, рабы к нам прибежали. Но они немного не за этой целью прибежали, но все-таки. Тут вон. Вот этот вот мужик, надо его тоже обойти, обогнуть. Ну, куда же ты идешь? Куда же вообще все идете? Погнали, надо башню уничтожить. И уходим. И уходим, и уходим, и уходим. Они что-то слишком жесткие, эти мужички. Ладно, черт с ним. Мы здесь разобрались, как нужно и что нужно. Это великолепно, что мы здесь разобрались. Так, ну все. Тут чуть-чуть разобрались, нормальненько. У нас, получается, и конницы больше стало, и вообще мы можем просто больше само по себе делать. Это нормально? Нет, это ненормально. Но они подпалили. Все-таки. Потянули. Меня. Молодцы. Хорошо. Идем сюда. Этими работягами идем сюда. Это наши щиты будут. Теперь у меня чуть больше конницы, я могу здесь продолжать битву. И, кстати говоря, когда я его убиваю, будут огромные проблемы потом. Потому что потом-то ведь будет нападать на меня сразу. Лимитты-то ведь уйдут. И все. Так, это мои работяги куда-то пошли. Ну, пошли, значит, пошли. Значит, будем ими управлять ручками. А раз они убежали. Ничего страшного вроде не произошло. Так. Каты остались вторыми. Значит, они остались вторыми. Ассасины остались последними. Нулем, наверное. Давайте мы на ноль забиндим. Пока не поздно. Так, у нас тут, ух, все как хорошо. Я сразу хотел бы, наверное, пойти вот сюда вот. Уничтожить это, 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 это. Ну, то есть, вы поняли. Нужно Юдвина было бы нормальненько так это присадить. Ну, пока ничего страшного нет, я бы присадил бы вот эту вот оазисную армию. То есть, в счет этого пока ничего вообще нет. Хорошо. 10 счетов. 10 счетов, 10 счетов. 28 конницы, 18 конницы. Армия 2. Армия 1. Армия 3. Армия 4. Стандартная. Армия 5. Стандартная. Армии 5 нет. Значит, армия 5. Армия 6. Соответственно, это армия 7. Я думаю, этой армии мы, в принципе, его уложим, но будет не так легко, как хотелось бы. Зайдем просто в замок. Почему бы? Просто зайдем в замок. А что напрягаться-то, правильно? Ну, давайте, раз уж все на то пошло, мы хотя бы ассасинов сюда приведем. Нам ассасинов больше надо. Просто зайдем к нему в замок и попытаемся уничтожить. Чуть повышаю скорость. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но ничего страшного не произойдет как таковое. Нужно просто бежать в синюю осторожно работягам. Быстро. А, пошли ассасинчики. Раскидываем их, естественно. Пусть идут к нам. Мы готовы к таким раскладам. Не дадут они нам, видите, как они играют. Очень классно. Не дадут они нам уплыть отсюда. Не дадут они нам ничего сделать хорошего, в принципе. Но это и не страшно. Потому что сейчас мы можем этих ассасинов нормально так поубивать. Чуть-чуть. Ну, естественно, у путь отсюда. Почему они до сих пор не отстанут от нас? Я не могу понять этого. Почему они до сих пор не могут отстать от нас? Мы уже все. Мы же уже отстали от них. Короче, давайте всю конницу вот так вот за хигачим. Здесь, наверное, нужно более тяжелой армии просто прийти и убить. Единоразово. И все. Я не понимаю, что он мне говорит. Серьезно. Вообще. Просто не могу понять. Так, сладненько. Просрали там. Тогда давайте делаем идею номер два. Делаем идею номер два. Грэнери и Армори из фунт. Он нападает. Да? Кто-то нападает на меня. Кто-то нападает на меня. Кто-то нападает на конец-то. Кто-то нападает, походу. Дайте посмотрю. Да, он нападает. Все. Мы просто сейчас терпим атаку. И все. Он ничего мне не сделает. 45. Нормально. Здесь один инженер. А, он нормально бежит. Хорошо. Так, надо с деревом разобраться. Давайте мы сейчас дерево закупим. И здесь нужно тогда понаставить хоть чуть-чуть стен больше, чтобы пикинессы развлекались. Все. Пусть что хочет делает. Мне плевать. Пусть пробует. Слабенький. Мужчина. Так, мы сразу сделаем вот тут Барбаханыч. Чтобы не терять ничегошеньки. Вот, полетели ассасины. Полезли, полезли, полезли на стены. Полезли ассасины на стены. Но ничего страшного не произошло вообще. Просто ассасины лезут на стены, сэр. И все. И сейчас эти ассасины, ну, молодцы. Ну, залезли на стены. Ну, круто. Ну, хорошо. Я просто бегу лучниками закрывать Барбакан. Я успею закрыть Барбакан. Прям перед носом. До свидули. До свидули. Все, 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 все. Девочка. Он армию капец всрал. Так что имею право сюда ассасинчиков загнать сейчас. В это время пойти сюда, естественно. Здесь конницы рядышком. Можно туда еще с щитами вставить. С этими скотоп-культами. Да, он, конечно, уничтожит. Мне много экономики. Ничего не произойдет. Для меня по факту. Но, 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 но. Погнали-ка я побыстрее. Просто ассасин не избавлюсь от этого всего сброду. О, они в замок зайти могут. Ну, пусть заходят. Я ответ не против. Ну, нормально. Да ладно, этот атаковать начал. Ты че, вы че, серьезно, ребят? Вы че, то есть реально серьезно? Вы меня собираетесь атаковать все вместе вот таким вот макаром? Не, ну это капец сильно на самом деле. Они все меня собираются атаковать. Хорошо, ладно. Он же уж хоть понимает, что ему это аукнется потом. Сильно аукнется. Блин, ты просто это баллиста стоит. Она очень больно меня атакует. Реально просто стоит баллист и очень сильно атакует. Из-за того, что у меня сейчас атаки идут, я не могу вообще проконтролировать себе нормальный арм. Не, работяга, надо ассасинов. Ассасинов надо убивать без вариантов. Если вы их не убьете, будет очень больно. Это прямо сейчас атаковать ассасинов в большом количестве. Хотя бы постараться это сделать. Потому что иначе... Тут дыра в замке! Серьезно? Свою ж дивизию уходим. Ну давайте так, половину нам отправить сюда, половину не сюда. Нам просто пройти. Нам просто пройти. Опять пойдет пытаться уничтожать мою экономику. Хотя мне вообще как бы на это в принципе побоку. Реально войнушка хорошая происходит. О, рабы беды. Так, можно ли я так подойду? Ну, в принципе, не он ничего мне тут не сделал это без шансов. Может, конечно, но не сделает. Потому что это без шансов. Я скорее быстрее себе пекарни уничтожить, чем он мне что-то сделает. Нет, тут без шансов вообще. Ничего не сделает. Ну, чуть-чуть сейчас восстановлюсь, и тогда уже можно будет что-то придумывать. Ищи камни. Эх, ищи камни. Хорошо, он молодец. Погнали, короче, попробуем что-то поделать. Интересно. Так, он здесь дыру сделал, оказывается, вот так вот. Ну, классно, чё. Нет, 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 нет на рабах на своих бесполезных мне же ведь надо чтобы у меня были сильные войска я не могу ни того ни этого сделать хорошо тут нормальненько нас рисанули я даже ищут постоянно нормально прессует вот хороший хорошо что одного обезвредил но это больше повезло так тихо сюда ну в принципе это не такая сильная конечно атака как я хотел бы но выбора другого у меня по факту не пока так блин там вот это баллиста обрыганная но достала меня кто там у 5 арморе не вовремя пеша маре так ну хорошо давайте тогда попробуем хоть что-то сделать правильно я просто вообще не могу у меня с этими лимитами капец как неудобно он не дает нифига сделать с этими лимитами я пытаюсь он не дает рабы постоянно перебегающие это реально напрягает как мы научились а как мы 하고 структ-пинг-си ге грама структ-пинг-си ге гген убит а вот и как мне этого пикинерных дел мастера убить реально напрягает вот ты вроде к нему уже можешь зайти но по факту ты не можешь к нему зайти потому что пикинерных дел мастер все 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 хоро 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 ассасимы все не надо больше просто не потяну по факту не дает мне устали вы ребят вот честь слова это трындец я не знаю как мне его штурмануть так чтобы он просто ну сдох хорошо пожар пошел здесь тоже хватит мелуки носить больше мелуки не нужны чисто на арбалетах сейчас буду переживать можно кстати этими лучниками пойти в атаку этими арбалетчиками пойти в час и здесь у нас а так и вещь у нас армении атаки нифига опять и видим готов от и канать атака нате и юдвин готов атака погнали мы а так о нем тогда вместо так а нате могу я деньги тоже нормально расходовать ну все нам просто вот это вот бы убить погнали мы это убьем почему бы да да кто луки-то носит понятно так вот этого бы подпалить бы тоже не вот этого бы подпалить бы тоже том-то и дело что я не может это сделать хорошо здесь у нас все немножечко получше стало здесь нужно будет просто заходить в замок и заканчивать как бы это единственный вариант который я вижу 4 армия погнали армия 5 и армия 6 прикол у нас было намного больше всего хорошо здесь он потушится но где-то у него там что-то поломается и все будет немножечко потом попроще хотя бы просто этого убрать я без лимита буду играть немножечко легче мне будет без лимитов я это гарантирую что мне будет играть легче без лимита то что 40 тысяч денег что я с ними буду делать с 40 тысячами денег так хорошо тут опять снова все подпалилась очень долго это будет гореть но это принципе не страшно пока у нас отрабатывает конница он по кому я не могу зайти естественно априори но все работает как надо слушай а почему я сюда просто вам не сходить быстренько конницей а этим всеми работягами пока остаться тут при этом уничтожить каменнолом кстати уничтожить каменнолом и вот теперь расстреливать все и здесь мы параллельно так пробежимся чисто посмотрим чё там как там где там зачем там почему там кстати у нас закончилась мука то есть все таки не все так просто как хотелось бы и можно здесь чисто расстрелять арбалетов так немножечко я чисто арбалетчик хочу расстрелять вы видите как нас нормальненько так нахлобучивают манганели просто немного расстрелять арбалетов и удержать все мы здесь ничего не видели это все неправда все что вы видели этими раунд здесь расстрелять естественно только пекинесами ну и закончится с не на этом этот пока не атакует хорошо надеюсь что он не будет атаковать еще на все равно зайти нужно будет убить порно кстати уже можно этим в принципе замене принципе хрен с ним я пока вытягиваю нормально тяну тяну вытягиваю вытягивай ну и все я думаю можно свободно просто зайти идите на первую хорошо 1 мы убьем что дальше у меня уменьшаются лимиты следовательно мне нужно будет найти лимита сразу что-то делать полезное предложение у меня конницы в принципе неплохой тем более у меня реально огромные ресурсы по эту конницу предложение сделать их немых баллист миллиард тоже неплохое я хочу подпалить 1 и 2 добива этот нападает вообще ничего страшного нападает и нападает фикс не это все так ну в принципе это все все что он может по факту теперь у меня появляется максимальные лимиты соответственно я могу этими лимитами сейчас распоряжаться да они будут атаковать чаще до пошли в жопу да как бы пошли в жопу он успею 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 это очень важно успею 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 успею, это было очень важно успею Hagolais но он сильный, конечно, очень сильный ну и все, я, в принципе, вытянул сделаем, короче, вот так, все плюс популярность на постоянке теперь вообще все равно денег много, нанимаем конницу в принципе, тут атакануть реально тяжело будет нужно продумывать короче, это 0 это сюда перемещаем это сюда это сюда по бинду это сюда по бинду, это сюда по бинду это сюда, это сюда и щиты отдельным биндом в принципе, одного командора положил сейчас остальных положу вопрос времени просто будет самому проще реально будет намного более простым это занятие так, хорошо, щиты здесь 15-1 и все остальные 2 мы пойдем на этого мужчину я собираюсь его вынести вперед ногами не знаю как, но я собираюсь это сделать да, это будет сложно сразу говорю огневые баллисты мне в этом помогут в плане подпалить затем я пойду в следующую башню палить то есть мне сейчас задача отвоевать просто территорию себе по-другому я черт его знает мне реально тяжко пока против него сражаться потому что, блин я думал это будет проще, честно я думал это будет намного проще но 3 этих мужчины это такое ощущение, что хокермен быстро их убить? да не получится не, они очень сильные не получится их быстро убить то есть ассасинами туда прийти не-не-не-не-не не потянет не потяну, не потяну быстро его не убить бот хороший так, давайте, ребята это армия 2 все, мы, в принципе, готовы пошла армия этого Ксандера ну, Юдвин умрет Ксандера придется чуть-чуть, наверное, мне давайте пополовинем Ксандера скажем ему здравствуйте ну, то есть я вообще могу свободно только на анимации мне никто ничего не сделает ну, все, пусть что хочет делает я здесь встану просто пусть делает что угодно считаю, что можно даже было бы снять вот этих работях да вы что, не хватает этих фиговин давайте тогда расширим производство раз такое дело тут уже вообще все равно куда расширять производство уже реально все равно давайте расширим я не знал, что тут такие огромные проблемы у меня по Элю хорошо, но ассасины мне ничего не сделают эти мне тоже вообще ничего не сделают они, конечно, подойдут но толку того, что они подойдут ну, вы знаете так себе просто хлобысь, хлобысь, хлобысь расстреляли да, они конец нормально убьют но я нормально убью арабские мечники я увидел арабского мечника да ладно арабские мечники да ладно это хрен нанимает хорошо 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 так, ну что в принципе моя армия готова сосать в принципе моя армия готова сосать перестраиваем армию чтобы у меня реально была прям армия а не вот эта вот хрень, которая у меня непонятная бесполезная никому не нужная 5 6 6 7 8 9 армия, которая назову хрень все, я в принципе готов я даже не уверен, что я готов но готов но готов принц погнали просто конницы будем сейчас больше конницы делать если что окей, тут арбалеты окей, тут что-то тоже арбалеты ничего страшного вообще не произошло даже если вынесут наши баллисты ничего не произойдет погнали вперед просто просто вперед сейчас расскажем ему как надо в этой игру старый слой щитов я не веду обидно но нам нужно манганель как можно быстрее выпереть отсюда выперть манганель манганель должна быть выперта хорошо убрали манганель будет немножечко проще можем свободно пройтись теперь сюда надо манганель тоже выпереть арбалеты очень плохи против щитов но это в моих интересах так было сделать в любом случае нужно подвести баллисту попытаться что-то здесь развернуть мы здесь развернули все очень хорошо поэтому убираем всю армию и теперь идем сюда здесь будем разворачивать здесь мы сделали максимум того что нам надо теперь нужно вот этой конницы отработать здесь естественно надеюсь что они по манганере как можно быстрее отработать ну в этот раз естественно не арбалетами я решил но можно было бы арбалетами конечно это было бы даже чуть полегче ну я думаю вы понимаете почему я не арбалетами решил в этот раз поиграть просто разнообразие возможно как-нибудь поиграю как командор пике Нерой тоже будет такое небольшое скажем так разнообразие ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй это я очень сильно ошибся давайте мы чуть-чуть все-таки вернемся сюда Отработаем здесь Мне просто задача подпалить замок основная Не могу, видите, какая хрень Она не кидает, как я хочу Значит, буду кидать по рынку Хорошо, кидает по рынку Это великолепно Великолепно Все Я свое дело сделал, наконец-то Подпален Мы отсюда уходим Уходим куда? Правильно Вот этому вот дружку Погнали Все, это максимум сайз, видимо Армии Ну мы этими параллельно тоже будем подходить Че-то пытаться делать Давайте мы, наверное, этих просто в оазисе Вот так поставим Тут парнишка подпален Как бы огромные проблемы Он будет сидеть очень долго теперь Туп Тупизне, скажем так В затупе И теперь мы здесь хотим то же самое сделать Погнали Ну да, параллельно Там нормальненько Более-менее нормальненько Мы сейчас отштурмим все, что надо Проблема в том, что у меня максимальный сайз армии То есть максимальный размер Это очень плохо Но вроде как ничего страшного Пока нет Пока уничтожаем, убиваем Доминируем, властвуем Пока над арбалетами Очень мы сильно доминируем Властвуем Ну, хоккермен, конечно, в этом плане чуть похуже Но в том-то и прикол, что он Никаких Нам, скажем, проблем Не делал бы А этот делает Нам бы, наверное, сюда приехать Так, хорошо Здесь мы тоже все расстреляли Что только можно было Погнали Тогда расстреляем здесь И теперь попробуем баллистами Сделать то, что я хочу Это пожар Потому что пожары получаются С этими ботами вообще Просто сумасшедшие Пожары просто реально сумасшедшие Он страдает От этого прям кошмар Да, он прям страдает от пожаров Очень жестко Ну, кстати говоря Можно, наверное, было бы Подчистить этого И забрать этого Ну, как бы От пожаров Да Никто не защищен Ни один бот Он как-то очень криво простреливает Давай-ка вот так попробуем Простреливать Лучше получится Да, видите, он простреливает Хорошо Баллистов Ну что, тогда погнали Давайте здесь закончим Здесь тогда с работягами С этими закончим Уничтожим их Так, ровчик надо прокопать Правильно Так, снимаем, наверное Всех вот этих работяг Потому что они нам Больше не понадобятся Ведем их, наверное, сюда Всех, абсолютно Вот этих мы увольняем Эти щиты мы ведем сюда Так, все Здесь мы тоже разобрались Вроде как со всеми Осталось, ну тут Чуть-чуть совсем закрыть Зачем я распустил армию? Затем, чтобы сделать Сейчас себя Слейвсов Слейвсы сейчас Ров прокопают Погнали И мы ассасинов Подведем сюда Да, конечно Из замка вылезли Жестко О, как Ноу спейс На сток Ну хорошо Так, давайте-ка Обиденько 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 Вы видите, что происходит Сейчас Он тут все-таки Пытается восстановиться До упора Так что Надо бы его, наверное Подзакрыть Давайте его Подзакроем А здесь работяги Пусть кидают По лорду А еще лучше Чтоб они кидали Куда-нибудь И так вот Может Пусть кидают Куда-нибудь Подводим Еще и арбалетчиков Давайте Потихонечку Это будет Вообще Великолепно Хорошо Здесь Просто Сломать Нужно Стены Так Конец Значит Ломаем Стены Слака 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 Один Слака Слака Социал Подзакрыть Один Болгар Пермастер Слака И distракт Как же Слака Слаки Продзакрыть Слака больно ему очень больно но я пока ничего не делаю это дело мог бы делать здесь тоже ну в принципе нормально ну все ассасины могут повезались ладно я все-таки подожду пока конница разобьет стены а и и и и и и и ну вот они пусть бегут туда захватывают барбаканч главное чтоб они его захватили захватят будет намного проще ну судя по тому что происходит они видимо ничего не захватят наконец официально да он сильный но мне нужно что-то делать так ну а здесь параллельно естественно посмотреть все сколько рабов идите сюда вот это копать хорошо с этим разобрались вообще я бы наверное построил бы просто катапульт и уже снес бы правильно чем нить огневый баллист ну вот и все и просто сейчас выйдем в выбить барбакан и зайти просто выбить барбакан и зайти ну вот этими работягам я думаю тоже можно зайти свободно 100 тысяч денег и Ну и в принципе все, он закончился Так Хорошо, убил, убил этого господина Выиграл я против них битву Еле-еле, очень сильный бот Очень мне понравился, но я сейчас буду вам показывать Его огромную-огромную проблему Огромную, его можно было бы улучшить Несколько раз, это реально Дало бы мне, ну как минимум Минуту, наверное, он бы Выиграл, еще А минута в Струнгхолде дорогого стоит Серьезно, в моем понимании Минута в Струнгхолде стоит очень дорогого Нелимитательно Ну, в общем итоге вы видите Просто чуваки умеют хорошо пользоваться деньгами Но не умеют хорошо пользоваться мозгами Мозги такие же, как и в Струнгхолде Крусейда обычный То есть как в ваниле По факту бот реально сильный Но Но, но, но Толку от этого реально сильного бота Если он Слабый Ну, по факту Он просто слабый Ну да, их было много Да, я там еле отбивался от атак Но вот именно, что еле отбивался То есть, соответственно Там чуть-чуть буквально Что-то подкрутить И бот уже будет, ну, такой Достаточно увесистый Но если их втрое То Струнгхолд Струнгхолд Струнг Ну, играет новыми красками Так, а теперь давайте последнее Пока не попрощался Я единственное что Покажу вам В чем проблема этого бота Давайте поставим 2 на 2 Я сделаю скорость 20 10 даже Нет, давайте 20 Так, погнали Смотрите внимательно Ну да, как он развивается Это все понятно Я потом научу вас замки строить эти Это вы уже видели Замок Хакермена Можете посмотреть Айф Эдитер Вторая стена построилась так же Это уже записано Выйдет чуть позже Возможно, уже вышло Ну, если вышло Увидите все справа сверху Там все вот эти вот гайды Обучалки и тому подобное Теперь смотрим сюда Что будет делать сейчас Вот этот вот мужчина Амбар Правильно Следующее здание Хата Хрен с ним Пока правильно 94 То есть амбар поставлен Очень плохо Теперь дальше Таннер На кой хрен Я даже давайте Вот так вот сделаю Давайте 90 скорость Просто дам Вы видите Что у бота Сколько денег Так, теперь вопрос другой Вы видите Чтобы бот Что-нибудь еще построил Хорошее У него 1900 денег Он С амбаром С хатой И с Таннером Что? Нахрена Ты строишь Таннера? Ты что, придурок что ли? У меня вот вопрос Реально к этому К Сандеру Да, он может быть Там Ну Гениальный Там Струнголдер Гениальный Там ботодел Не знаю Это вполне возможно Друг Почему у тебя Строится бот С рынка? Где он? Где вот здесь Рынок должен стоить? Где этот рынок? Его нет Почему он не строится С рынка? Почему он строится С амбара Хаты И Таннер На кой хрен Тебе нужен Вот этот вот Бесполезный Чел Который делает Кожаные броньки Он реально бесполезен Вот сейчас стоит эта штука Почему не рынок? Почему рынок строится Двадцатым А не пятым? Я не могу этого понять Вот это вот Наверное Моя и проблема Кстати говоря Здесь нет ни одного здания К которым прикреплена стена Это очень круто Я потом вам Естественно Все это Продемонстрирую Ну а На данный момент Спасибо за просмотр С вами был Роджа Надеюсь что вам понравилось Вы видите даже сейчас Вот он только сейчас Начал развиваться Здравствуйте Спасибо огромное Не ленись и подпишись на канал Ну и удачи До следующего ролика Субтитры сделал DimaTorzok